Слава нашему Господу! Слава и хвала! Слава Господу! Хорошо, сегодняшняя наша тема, мы будем сегодня говорить на очень важную тему, но я так думаю, что эта тема проходит красной линией через всю Библию. И, наверное, это наиболее важная, с другой стороны, наиболее сложная тема, которая легко к восприятию, но сложна к исполнению. Поэтому сегодня тема будет называться так. Христианин должен прощать должникам согрешения их. Вот прощение. О прощении сегодня будем говорить. И на самом деле, казалось бы, все так просто, но верующие люди, это центральная тема библейская, должны прощать. Но не всегда это получается. Не всегда мы это видим. И мы часто видим, что проблема как раз-таки в христианстве — это непрощение. И люди часто таят обиду. Долгие годы таят непрощение. И пытаются жить с этим, думая, что никто об этом не знает и проблем никаких не будет. Но на самом деле мы должны понимать, что непрощение — это прежде всего проблема с Богом. Поэтому если вы имеете в своем сердце непрощение, и вы думаете, что в этом нет ничего страшного, то есть я могу прожить, потому что это моя проблема, это моя беда, то вы глубоко заблуждаетесь. Заблуждаетесь в том, что у вас проблемы с Богом. Дело в том, что мы не мы ставим условия, понимаете, а Бог их поставил нам. И Библия говорит, что прощайте, и вам будет прощено. То есть наше прощение нам зависит от того, насколько мы способны будем прощать тех людей, которые причиняют нам боль, страдания и мучения даже. Поэтому вот это очень важно. там с вами понять сегодня, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, чтобы мы на самом деле поняли, что ничего не важно, как прощать, понимаете. Потому что можно знать много вещей, можно знать какие-то доктрины, допустим, да, значит, такое вера, допустим, да, но если в нас нет прощения, да, если мы не способны прощать людей, им грехи, не способны их какие-то слабости прощать, да, то мы не сможем двигаться в духовном мире, у нас будут огромные проблемы, проблемы будут с Богом. Поэтому Бог ясно сказал, что если вы не прощаете, я вам не прощу. Хорошо, вот так. Ну, давайте мы откроем текст Священного Писания, это Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. О чем здесь говорится? 12 стих, это, как говорится, молитва Отче наш, и Христос говорит в 12 стихе, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, да, как и мы прощаем должникам нашим, то есть прости нам долги наши, вот мы просим Господа каждый раз вот в этой молитве, мы говорим Господь, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но всегда ли мы прощаем нашим должникам? Но всегда молимся этой молитвой, правда? Поэтому я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на текст этой молитвы, где говорится, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, как мы прощаем, так и ты прости нам. То есть, если мы не прощаем, значит, Бог не прощает нас. Видите, вот так автоматически мы попадаем в такую ситуацию, что если мы не прощаем, значит, и Бог не прощает нас. Евангелие от Марка, я хотел бы сразу обратиться к этой главе, 11 глава, 25 стих. Здесь говорится так. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешений ваших». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Представляете? Давайте вот с 22 стиха прочтем. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру в Божию. «И быстро говорю вам, если кто скажет в горе этой, поднимись и вернусь в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, если чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам. Когда стоите на молитве, прощайтесь, и что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешений ваших». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Знаете, вот эта молитва, на самом деле, о которой говорил Христос, она очень важна в жизни каждого из нас. Потому, что мы часто прибегаем к Богу, и мы в молитве просим нашего Отца, чтобы Он благословил и помог нам, чтобы Он даровал нам устройство в нашей жизни, в жизни наших детей и внуков и так далее. И у нас всегда есть какая-то нужда, всегда. И мы просим Бога для того, чтобы Он ответил. Здесь вот Господь говорит, имейте веру в Божию. Что это за вера Божия? Здесь перечисляется дальше. «И быстро говорю вам, если кто скажет, гореся и поднимись вверх здесь в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он не скажет». Речь идет о горе. Но что это за гора? Гора, конечно же, это абстрактное понятие, такое понимание. Это проблема. Если кто скажет вот этой проблеме. Проблема какая может быть? Какая-то проблема? Болезнь, какое-то, я не знаю, событие такое, да, вот проблемное в твоей жизни. То есть одним словом проблема, да. Если ты имеешь меру Божию и скажешь этой проблеме, вернись в море, то и не усомнишься, то это будет, да. И дальше Господь говорит, что «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, да». То есть что нам нужно для того, чтобы получить обещанное? Вера. Библия говорит, что все, что нам нужно, это верить. Хорошо, мы верим. Дальше. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный просил вам согрешений ваших». Когда мы встаем на молитву, да, Бог говорит нам, когда стоите на молитве, прощайте, дабы и Отец ваш Небесный просил вам согрешений ваших. А если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам. То есть кульминационные стихи – это вот эти последние, где говорится о том, что «прощайте и вам проститься». Теперь, хорошо, если мы сегодня стоим на молитве, если мы сегодня ходатайсом за что-то и просим за какую-то свою нужду, в нашем сердце есть человек, человек или люди, может быть, не один, которых мы, мягко говоря, не любим. И у нас есть по отношению к этим людям какая-то неприязнь, у нас есть по отношению к людям какое-то непрощение, какая-то горечь. Но мы продолжаем молиться и просить что-то у Бога. В Библии говорили, что ответ не придет. Ответа не будет. Почему? Потому что Бог перестает с нами общаться. Бог не будет отвечать на наши проблемы, на наши нужды. Более того, если мы не понимаем эту тему и продолжаем ее культивировать и жить в ней, что мы кого-то не прощаем, но тем не менее обращаемся к Богу, то в нашу жизнь могут прийти большие проблемы. Почему? Потому что вот эта проблема непрощения – это проблема не между людьми, а проблема между человеком и Богом. Потому что Бог это берет, воспринимает на свой счет. И Он говорит, что если вы не прощаете, я не прощаю вам. Хорошо. Какое отношение имеет Бог, например, к человеку, которого я не прощаю? Вот я не прощаю кого-то человека. Бог здесь при чем? А при том? Бог при том, потому что все мы являемся с детьми одного Отца. И Библия говорит, что Бог любит каждого человека и заботится за каждого человека. Поэтому и Бог говорит нам, что когда вы стоите в молитве, что вы делаете? «Прощайте, прощайте, как и Бог во Христе простил вас, и вам будет прощено». Но если мы не прощаем, что происходит? Бог не может простить нам. Вот такая интересная ситуация, казалось бы. И вот здесь мы видим, когда сбываются две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего». Теперь, когда мы говорим о том, что мы любим Бога, мы должны понять одну очень важную вещь, что человек, который любит Бога, он должен и может прощать ближних. Представляете? Вот происходит что-то в жизни, правда, всегда. У каждого из нас есть какие-то свои проблемы, может быть, свои какие-то обстоятельства. И у нас всегда бывает что-то. Но Библия говорит, что всегда есть возможность выйти из этой ситуации. Например, Библия говорит, что если вы не прощаете, и вам не будет прощено. То есть получается, что всегда ситуации складываются таким образом, когда мне приходится кого-то прощать. Представляете? Мне приходится кого-то прощать. Но вот встречаются в жизни люди, которые делают неправильные вещи. И что мы должны на них выращивать зуб? Что вот если этот человек сделал мне, допустим, что-то неправильное или сказал что-то нехорошее, да, я должен что-то таить вот эту обиду десятилетиями, годами, для того, чтобы как бы, ну, своим поведением, как бы, да, вот таким, да, презрением наказать этого человека. Так получается. Но Бог говорит, что это отразится на твоем здоровье. Это отразится на твоем духовном состоянии. Почему? Потому что это отрицательные эмоции, отрицательные действия, понимаешь? Ты, как бы, человека, человеку противостоишь. Поэтому Библия говорит, что солнце, да, не взойдет в огне вашем, да, если вы согрешили, если вы прогневались, да, на кого-то, да, то Библия говорит, что скорее мирись соперникам своим, скорее. И знаете, я по себе знаю, когда человек сделал что-то. Знаете, вообще прощать – это удел сильных людей. Слабые люди не могут прощать. Вот это мы должны понять. Потому что сколько раз я встречал людей, Библия говорит так, да, «Вы сильны, сносите немощи бессильных». Если ты считаешь себя сильным, то ты сильный и готов сносить немощи бессильных, значит, первое, что ты должен научиться, – это прощать. Если ты не способен прощать, значит, ты не сильный, ты слабый. Потому что непрощение, обида – это удел слабых людей. Это люди, которые слабо стоят в вере. Они, как правило, не прощают, они, как правило, не могут это переварить, понять. Почему? Потому что они отвечают болью на боль, да. И если им причинили боль, то они пытаются, как бы, ну, болью ответить. Но зрелый человек, духовный человек – это тот человек, который понимает, что, что бы ни произошло, что бы ни случилось, мы должны научиться прощать. Что такое прощение? Это не значит, мы должны там ходить, вставать к людям, у людей на коленях, там ползать, как бы, и просить у них прощения. «Простите, пожалуйста». Они говорят, «Нет, нет, мы тебя не прощаем». Ты опять простите, пожалуйста, и бегаешь до тех пор, пока чего-то не произойдет. Но прощение, прощение – это решение, это решение моей воли. Я решаю простить. Почему? Потому что человек сам, он знает, кто в его сердце, кого он простил, кого он не простил, понимаете. Кто дорог для него, а кто нет, понимаете. Поэтому Бог рассчитывает на наше сердце. Он говорит, что ты сам реши для себя, сам для себя реши, кто является твоим узником, кого ты не прощаешь, кто по-твоему, да, вот, находится в твоем сердце. Ты сам реши это. Почему? Потому что Бог в сердце видит, и Бог видит наше сердце. Поэтому Библия говорит нам, прощайте, и вам будет прощено. Хорошо. Значит, Матфей 6, глава 12 стих, где мы сказали слово «долги». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Что означает проступки грехи? Простит ли нас Господь, зависит от того, прощаем ли мы других. Если мы хотим, чтобы Бог прощал нас, мы должны прощать других. В противном случае, его прощение для нас удерживается так, как следствие. Такой человек рискует погубить свою душу. Представляете? Если мы хотим, чтобы Бог прощал нас, мы должны прощать других. Представляете? То есть, когда человек, знаете, вот все мы люди, да, и все мы находимся в греховной плоти, да, Бог когда-то нас простил, и простил нас не потому, что мы, как бы, ну, заслужили этого, или мы какие-то особенные, да, вот Бог пришел, там, увидел в нас какую-то святость и праведность, да, и взял и простил нас. Нет. Бог простил нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, а просто по своей милости, по благодати простил нас. Поэтому, вот и мы должны также и людей прощать, понимаете? То есть, независимо от того, кто нам нравится, а кто не нравится. Потому что часто люди, они говорят, что, ну, прощают именно тех людей, допустим, да, ну, кто им более дорог, да, вот они способны, как бы, ну, этих людей вот они способны простить, а вот остальных нет. Ну, на самом деле это не так. Так, мы должны прощать всех людей, независимо от того, кто они и что они сделали, так. В противном случае его прощение для нас будет удерживаться, как следствие. Такой человек рискует погубить свою душу. Представьте себе, что вы живете в проблеме. У вас есть люди, которых вы не прощаете. У вас есть люди, с которыми вы боретесь каждый вечер, каждую ночь, да. Вы постоянно боретесь в сердце своем с этими людьми. Если завтра вам придется предстать пред Богом, куда вы попадете, нетрудно догадаться. Понимаете? То есть, у вас проблемы большие. Проблемы большие. Более того, я хочу сказать, что когда человек не прощает, да, у него зреет вот эта горечь, горечь внутри. Библия говорит, растет горький корень. Горький корень – это тот корень, который способен отравлять, понимаете? И вот непрощение, оно вызывает такую горечь, оно вызывает такую боль, да. И человек, который живет с этим непрощением, да, он становится как бы вот этим самим, вот этим горьким корнем. Представляете, что завтра этот человек, он сам начинает отравлять других людей. Почему? Потому что он сам отравлен, да. И вот как правило, по большому счету, да, все зависит в большинстве от нас самих родных. Представляете? Потому что мы должны понимать, что Бог о своем слове написал нам, как там нужно поступать. И если мы пренебрегаем его словом, пренебрегаем его, как бы, вот этой вот истиной, да, то мы сами себя, как бы, заставим такое неудобное, неловкое положение, да. Поэтому Христос и говорит нам, прощайте, и да будет прощено вам. Хорошо. Евангелие Марка 11, 25, то, что мы прочитали. Если мы держим на кого-то обиду, да, то не стоит ожидать ответа от Господа, да, не стоит, как я уже сказал, да, ответа не будет, да. Хорошо. Не стоит ожидать ответа от Господа. Если мы прощаем других, то и Бог простит нас. Слава Господу. Хорошо. Если мы прощаем других, Бог нас начинает прощать. А мы нуждаемся в прощении? Я думаю, что да, больше всех мы нуждаемся в прощении. Поэтому каждый должен именно мыслить таким образом, что я сам нуждаюсь. Я сам нуждаюсь в прощении, я сам нуждаюсь в милости. Не мысли так, что вот у меня все хорошо, слава Богу, наверное, лучше такое. Лучше, чем я, наверное, никого нету, да. Ничего подобного. Никогда так не мысли. Это очень плохое мышление. Всегда мысли так, что Господи, помните, как тот мытарь, я недостоин, да, посмотреть на тебя. А тот фарисей, как молился, помните, да, он молился, что слава Богу, что я не такой, как этот мытарь. Представляете, вот надменное сердце, гордое сердце, представляете, самодовольный человек. Все у него в порядке, все у него хорошо, он десятину дает, и все, все законы исполняет, да. Но вопрос в другом. Законны с законами, а в сердце его что? Горечь. Поэтому мы должны понимать, с вами, дорогие братья и сестры, что горькое сердце, да, оно что делает? Она отравляет, она отравляет всю жизнь человека. Поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, должны понимать, что прощение, да, это очень важная вещь в жизни каждого христианина. Хорошо. Если мы хотим, чтобы Бог прощал нас, мы должны прощать других. В противном случае его прощение для нас удерживается как следствие, да. Такой человек рискует погубить свою душу. Слава Господу. Хорошо. Непрощение, оно разрушает взаимоотношения и нарушает Божий замысел. Если мы не прощаем, то и нам не прощаются грехи. И мы не сможем ожидать ответа на наши молитвы. Непрощение влечет за собой серьезные последствия. Представьте себе, что человек, который не прощает, да, он сам себе создает проблемы. Он сам себе создает проблемы. Знаете, его жизнь, она становится жалкой. Жалкой почему? Потому что, казалось, здесь проявляется эгоизм, да, что человек думает, что вот ему все должны прощать, к нему все должны хорошо относиться, ему все можно, да. А вот как дело касается его самого, когда от него требуется простить человека, да, за какой-то грех, за какой-то проступок, за какую-то погрешность, да, он не способен это сделать. Представляете, это очень-очень опасно. На самом деле мы имеем дело вот с таким опасным явлением, как непрощение. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы должны с вами понимать, что наше отношение с Богом будет зависеть от того, насколько правильно у нас взаимоотношение с ближним. Поэтому, если у нас с ближним отношение не в порядке, да, то и с Богом у нас будут огромные-огромные проблемы. Поэтому Бог и сделал так, что мы не можем переступить через эту заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не можем, не можем. Вот что бы мы ни делали, да, мы не можем это сделать, переступить. Поэтому сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, говорим на эту тему, да, что на самом деле очень важно, очень важно понимать, что прощение, оно высвобождает Божье благословение. Когда человек прощает, да, Божья милость, Божья благодать, она начинает изливаться в жизнь человека, понимаете. Потому что все мы люди, все мы грешники, да, спасенные, и мы должны понимать, что я ничем не лучше вас, вы ничем не лучше меня, да. Поэтому Бог нас оценивает одинаково, одинаково. Поэтому мы должны, как бы, являть вот милость, сострадание, являть любовь, да, являть взаимопонимание. Вот на таких вещах, на этой платформе строить свое, как бы, да, вот понимание священного писания, да. Потому что все остальное, оно просто перестанет работать, потому что, ну, как будут работать дары, допустим, как будут работать исцеления, как будут работать там еще что-то, если человек не способен элементарного прощать. Если человек не способен простить своего ближнего, да, простить, закрыть глаза, как бы, да, и дать человеку еще один шанс. И поступая так, человек сам для себя открывает дверь для прощения его самого же, потому что завтра он будет нуждаться в том, чтобы Бог простил его. И вот это очень важно, когда мы друг друга любим, друг друга уважаем, друг друга ценим, друг друга прощаем, как Бог в Христе простил на славу Господу. Это очень ценно, очень ценно и очень дорого. Поэтому мы с вами должны, дорогие братья и сестры, понимать, что на самом деле вся наша христианская жизнь, она именно строится на этом. Это корень всего, это начало всех начал. Поэтому если нет послушания, если нет вот этой темы, обо всем остальном можно позабыть. Забыть почему? Потому что оно не работает. Помните послание Коринфянам, 13 глава, где Павел пишет, что если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я ничто, то я медь звенящая, кем его звучащая. Правда? То есть апостол Павел пишет, это говорит, что ты можешь иметь там какие-то двигаться и думать, что вот у меня там такие дары, такие таланты. Но если ты не имеешь самого главного, то для Бога становишься нулем, представляете? Поэтому мы с вами должны об этом поразмыслить и понимать, что каждый человек несет ответственность за то, насколько его жизнь будет соответствовать тому, что говорит Священное Писание. Поэтому Библия говорит, что когда мы способны прощать, мы способны двигать Божье Царство, мы способны что-то менять в Божьем Царстве, это очень важно. Поэтому благословения вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, чтобы каждый из нас понимал, что христианин, он должен прощать. И это важный принцип всей христианской нашей жизни. Поэтому если мы этого не усвоим, то мы не усвоим вообще ничего. Знаете, я понял такую вещь, что вот эти темы, они как бы вечные. Сколько бы мы их ни проповедовали, они всегда актуальны. Потому что люди как-то стремятся вперед. Вот вперед, и я как-то общался с людьми, они говорят, что нам мясо нужно, мы хотим там какие-то такие вот твердые вещи, допустим. Но они знают элементарного, представляете, не знают элементарного. И вот это вот нужно закреплять именно то, что работает в нашей жизни, понимаете. Вещи, с которыми мы сталкиваемся сегодня непосредственно каждый день, представляете. Мы каждый день сталкиваемся с людьми, каждый день какие-то инциденты, каждый день что-то происходит, да. И каждый день нам приходится принимать решение. От нашего решения зависит результат, да. Что будет, как будет, во что это выльется, да, все, да. Поэтому если мы как бы, ну вот, прощаем людей, да, прощаем людей, то нам проще будет жить. Потому что у нас и так своих грехов много, правильно? А если мы еще и не прощаем другим, то и Бог нас не прощает. А если когда мы прощаем другим, Бог нас прощает, представляете. Поэтому вот здесь как бы такая взаимная, как будто такая, да, взаимозаменяемая такая системная вещь. И Бог говорит об этом важном принципе. Этот важный принцип нужно понимать. Очень важно. Потому что без этого принципа, без этого принципа мы просто не сможем, как бы, ну не сможем состояться, как верующие люди, как христиане. Не сможем, потому что все то, чем мы будем заниматься, то, что мы будем делать, если нет корневища, если нет корня самого главного, то это все не принесет никакого плода. Потому что что толку говорить о святости, если человек непослушный, что толку говорить человеку о вере, если он непослушный, если он не способен прощать людей, что толку. Потому что самое главное, оно будет всегда удерживать нас от исполнения воли Божьей. Поэтому мы должны с вами понимать, дорогие братья и сестры, что прощение является центром всей нашей христианской жизни. Благословение вам, дорогие братья и сестры. Пусть Бог благословит и наполнит нас Духом Святым, чтобы каждый из нас осознавал и понимал, как важно иметь прощение. Во-первых, к ближнему иметь прощение ко всем тем людям, которые нас когда-то обидели словом или делом, или как-то ущемили нас, не знаю. Но научиться прощать. Научиться прощать. Это очень важно, чтобы иметь правильное отношение с Богом. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Благословит и наполнит нас Духом Святым, чтобы мы на самом деле своим примером, своей жизнью показывали, как верующий должен поступать в жизни. Слава Господу. Пусть Бог благословит. Давайте я помлюсь сейчас за вас. Может быть, в вашем сердце есть какая-то горечь, какая-то боль. Может быть, вы не можете отпустить этих людей, может быть, человека. Не знаю, кто это. Но я хотел бы сказать, что прощение – это решение. Это решение. Поэтому, если вы решитесь простить, и у вас есть такое желание, я помолюсь за вас. Я буду молиться за вас. Чтобы Бог освободил вас. Чтобы вы могли стать новым человеком. Чтобы вы могли пройти, преодолеть вот эти препятствия, вот эти барьеры, которые построил враг в вашей жизни. Поэтому пусть не будет в вашем сердце никаких узников, пусть не будет в вашем сердце никакого непрощения, обид никаких. Чтобы наша жизнь была открытой. Чтобы Бог мог простить нам наши грехи. Чтобы Бог мог простить все то, что нам мешает. Слава Господу. Отец Небесный, мы благодарны тебе. Мы благодарны за твою любовь и милость. Мы благодарим тебя за этот день, за это время. Благодарим Господь за каждого, кто спорит сегодня у нас по телевизиону. Господь, пожалуйста, Отец, благослови, наполнись своим духом. Отец, пусть каждый, Господь, наполнится святым духом. Пусть каждый осознает и поймет, что, как важно, в твоем царстве Отец прощает людей. Потому что ты сказал, простите, и вам будет прощено. Такая простая, казалось быть, истина, да? Но на самом деле, как сложно ее порой бывает исполнить. Отец, я прошу тебя, Господи, чтобы ты благословил и помог Господь каждому из нас. Отец, благослови, слава тебе, великий Бог наш. Благослови, наполни наши сердца. Пусть наши сердца, они будут вместилищем твоего духа. Они будут вместилищем каких-то обид, каких-то недоговоров, каких-то подозрений. Отец, я прошу тебя во имя Иисуса, и да будет имя твое благословенно и прославлено. Я молился, Господь, за каждого, Отец, кто нас смотрит, Отец. Я прошу тебя, чтобы ты коснулся их духом святым, помог им, Господь. Где-то, может быть, восстановиться, где-то, может быть, пересмотреть, что-то подняться, Отец. Во имя Иисуса Христа, и да будет имя твое прославлено и благословенно. За все благодарим тебя, великого Бога нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Я прощаюсь с вами, да, до следующей встречи с вами. Всего хорошего, благословения вам. Аминь.